Этого дня с нетерпением ждали многие нижневартовские школьники. В лицее номер один сегодня прошел первый учебный день. Наконец, открыла свои двери самая большая в округе школа. Здесь одновременно могут учиться 1725 детей. Это первая школа в новых микрорайонах города. Местные школьники смогут учиться рядом с домом, а окрестные школы станут свободнее. Лицею дали имя Пушкина, но упор здесь будут делать не только на гуманитарной науке. Тему продолжит Алексей Шабанов. Будущие медики в первый же учебный день отправились в свою лабораторию. Здесь с помощью современной техники они будут углубленно изучать химию, физику и анатомию. Учебные комнаты и лаборатории в лицее занимают два больших четырехэтажных крыла. В среднем расположились спортивные актовые залы, бассейн и столовая. Львиную долю строительных работ выполнила Нижневартовская компания. Для нее это первый подобный опыт. Серьезный вызов и для педагогического сообщества. Таких больших школ в Нижневартовске еще не открывали. Нам очень важно посмотреть, как удастся максимально эффективно использовать здания, все площади, как у нас дети будут питаться. Это очень важный вопрос. Ну и вообще первые несколько дней они очень показательны. Поэтому мы будем опрашивать родителей в течение первой недели. Нам очень важна обратная связь. Как по образовательному процессу, так и по тем дополнительным образовательным услугам, которые захотят родители. Изначальная стоимость проекта полтора миллиарда рублей. Активное участие в строительстве приняла компания «Роснефть». Первая задача была финансирование этого проекта, потому что школа достаточно дорогостоящая. Мы договорились, что они берут на себя шефство. И, конечно же, у нас никаких вопросов не было с нефтяниками. Они помогали по всем вопросам. Это первая школа в новых микрорайонах Нижневартовска. Совсем рядом тот же подрядчик, но уже с нуля, строит еще одну. Эта школа чуть поменьше, но все равно здесь будут обучаться 1125 учеников. Объект должны сдать в 2022 году. Алексей Шабанов, Евгений Натскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.